Но я не должен сидеть сложа руки там. И вот если большинство людей сейчас начнут активную позицию занимать, поймут тактику страды информационной войны, то этот процесс очень быстро пройдет. Сейчас меня вот радует, что молодежь им надо просыпать. Вот удивительно, сейчас воплотились такие души, которые уже с детства, они уже понимают. Вот я прямо разговаривал с молодежью в интернете, они прямо открыто заявляют, идет война на наше уничтожение. Взрослые, большинство, или этого не понимают, или боятся. Боятся. Просто боятся. А нам, говорит, терять нечего. Потому что нас уничтожат. Мы партизаны, мы идем во имя. И многие даже в лес, в оружие, в руках уходят. Их там все, армию поднимают, вылавливают, уничтожают. Вы что, не слышите, что по всей России творится? Слышали? Да, да. И это все больше и больше идет тенденция. То есть именно молодежь поднимается. Вот за ними будущее. Большинство людей, да, взрослых, да, да, может, все обойдется. Да, это с края, ничего не знаю. У меня вот есть там кусок хлеба, да, есть там теплый унитаз. Ну, может, проживут дальше. А у молодежи нет этого ничего. И будущего нет. На перспективе они это видят. Вот именно. Да, и они это начинают четко понять. У них мозги лучше работают, чем у большинства взрослых людей. И они это видят, то, что есть на самом деле. Украинская молодежь тоже это понимает. Но ее запихивают пиво. У нас такое засилие пива. Я приехала сюда, здесь нет такого, и нет столько рекламы. У нас везде. На каждом доме, на каждом магазине, на каждом кафе. Все ходят с бутылками. А потом будет лозунг, тот, кто бьет вино и пиво, тот пособник телевива. Тот, кто бьет коньяк вино, шерезгой уже давно. И на всех заборах будет расписано рано или поздно. И молодежь уже начинает подумать. Потому что вот сейчас в России выдвинут лозунг. Русский значит трезвый. Но его уже признали экстремистским. То есть, если вы сейчас повесите плакат, значит, русский значит трезвый. Это у вас спасатель. Вы видели, в интернете выложенные ролики, когда под девизом начали пробежки такие. Собирается молодежь и просто бегут. Русский значит трезвый. А под этим лозунгом он просто забег спортивный. Это уже запрещенное мероприятие. Вы не имеете права бегом заниматься, тем более под таким лозунгом. Вы экстремисты. И если они там, зимой я видел там ролик, значит, было, значит, крещенские морозы, значит, на каком-то там осере, то ли в Москве, то ли под Питером, я уже не помню. Большой, крупный город какой-то. И, значит, христиане там в этой проруби все вместе купались. И несколько дней прошло, значит, и вот эта молодежь, значит, под этим девизом, забег там и массовое там купание. Таких арестовали, что вы в неположенном месте купаетесь. То есть, ну, прикол какой-то должен быть. Их всех арестовали в кутузку, там, как это так. Вот христианам можно в этой проруби говорить. А если русский трезвый, это экстремист. Так что в будущем я не удивлюсь, если скажем, что отклонение от вражеской пули будет приграблено государственной избилии. Обязательно, да, помните. Если бы на футболках было Клицкое, разрешили. Да. В текущем литро висело, у меня несколько раз я видела такой небольшой плакат, значит, карта России, не России, России, в зале, значит, без беном, бычок, просто одно слово очнись. Ну, собирали, больше нет. Просыпается молодежь. Вот мне вот радует, это тоже там в интернете мне показывали, сейчас повально идет демотуляторы, по-моему, как там, демотиваторы. Помните, картинки цветные, с краткими на... Это то, что нужно для народа. Там, мне очень понравилось, на любую тему, там, я даже начал подборку собирать по этой теме, вот такие картинки, потому что я вот так подборку с этого сделал. Очень действенно там. И вот это сейчас пойдет там. Во многих городах уже мне рассказывали, просто вот хороший дом, там чистый, подъезд такой, там цветочки по подоконникам стоят, и на втором этаже столик журнальный такой, и там вот эти демотиваторы с листовками, там совсем разумно, подходите, ребята, берите. Да, представьте, это в каждом подъезде такое будет. А это уже прошел, пошел, пошел этот процесс. То есть народ просыпается. В каждый ящик, надо закинуть все это. Да, в каждый почтовый ящик все это. Так что просыпается народ. И правительство прекрасно это понимает, и поэтому натовские войска сюда ведут. Тем более уже этот приказ подписан. То есть для защиты именно демократии. Потому что от демократии это власть рабовладельца, а им эту власть нужно защищать. Им ни в коем случае нельзя, чтобы русские пришли к оптанному праву, как наши предки жили. Поэтому для них это сразу кирдык будет. Если мозги проснутся, то все, их власть тут же закончится. Как только люди придут к здравомыслию, все, им в тот же момент кирдык будет. И они это прекрасно понимают. Что их власть держится на нашей глупости.